Главная политическая тема сегодня выступление главы Чувашии с отчетом о деятельности правительства за 2014 год перед депутатами Государственного Совета. Михаил Игнатьев подчеркнул, что на экономику Чувашии повлияли и финансовый кризис, и санкции. Но несмотря на это, в приоритете оставалось повышение качества жизни. На образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру в 2014 году направлено 32,7 миллиарда рублей. Что составляет 68,5% всех расходов бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что правительство Чувашии особое внимание уделяло выполнению майских указов президента России. На обеспечение роста заработной платы направлено 3 миллиарда. Хочу подчеркнуть, кабинет министра Чувашской республики выполнил все свои обязательства перед работниками бюджетной сферы и все утвержденные показатели по заработной плате. В результате принятых мер средняя заработная плата педагогов школ в республике к 2013 году выросла на 5,6% и составила 21 274 рубля, или 102% от средней заработной платы по республике. Заработная плата врачей выросла на 6,5% и составила 30 281 рубль. Рынок труда остается пока спокойным. Правительство приняло ряд дополнительных мер. По уровню регистрируемых безработных Чувашия занимает третье место среди субъектов ПФО. Что касается промышленности, то несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, в 2014 году индекс промпроизводства составил 104,5%. Неплохие результаты показали ряд предприятий Чувашии. На развитие производства выделено более миллиарда рублей. В республике сформирован план мероприятий по содействию импортозамещению на ближайшие три года. Планируется реализовать более 52 инвестиционных проекта. В ближайшее время будет открыто дополнительно более 3000 рабочих мест. По словам главы Чувашии, прошедший год был экономически благоприятным для сельхозтоваропроизводителей. Почти 80% сельхозяйственных организаций закончили год с положительным балансом. Объем чистой прибыли составил 1,6 млрд рублей, что в два раза больше, чем было в 2013 году. В прошлом году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйства составил 102,8%. Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств федерального и республиканского бюджетов практически не изменился и составил 2,4 млрд рублей. И конструируются и строятся объекты животноводства, овощехранилища, развиваются личные подворья. Правительство налаживает прямые поставки местной продукции в федеральной торговой сети. Впервые за долгие годы выросли темпы жилищного строительства, выделяются средства на обеспечение комфортным жильем ветеранов, детей-сирот, многодетных семей. Реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Текущий год будет непростым, отметил Михаил Игнатьев, но взятые на 2015 год социальные обязательства правительство намерено выполнить. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков, Республика.